Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Катя, мне 13 лет и я живу в Москве. Познакомились? Собственно, суть этого видео в том, что сегодня я вам покажу задержимое моего рюкзака. Я уже снимала такое видео про школьный рюкзак, но сейчас я вам покажу самый обычный, с которым я хожу гулять и просто беру его куда-то с собой. Ну и естественно, я должна вам показать сам рюкзак. Выглядит он вот так, он такой черный пушистый и на нем есть помпон. Если кому-то интересно, то этот прекрасный пушистый рюкзак я покупала в Средивариусе на распродажах и поэтому мне кажется, что его уже весь распродали. Рюкзак уже весь распродали, так можно сказать? Будем надеяться, что можно. Как видите, он такой маленький, в него помещается все, что мне нужно и главное, что он не тяжелый. Ну и первое, что я вам покажу, это мой кошелек, он у меня из бешки. Вот здесь даже написано, но вы, наверное, не увидите. И возможно, в нем даже есть денюжки. Я не люблю слово денюжки, поэтому будем говорить деньги. Дальше следует мой телефон, это iPhone 6s. Смотрите, о, я хвастаюсь им. Да, все, дизлайк, отписка. Телефон у меня лежит чаще в кармане, потому что я боюсь, что кто-то залезет в мой рюкзак и заберет его, и мне как-то некомфортно, когда он сзади. Я очень люблю положить его в карман в куртке и просто держать его рукой. Следующее это парфюмированный спрей для тела. Я его использую как духи, он очень вкусно пахнет и увлажняет кожу. И пахнет очень вкусно. В рот попало. У меня travel версия есть еще побольше, но в моем случае лучше использовать такой. Как вы думаете, что я покажу в следующем? Па-па-па-па-па-па-бам! Это крем. У меня есть крем для рук с маслом ореха макадамии, вроде бы он так называется. Очень часто у меня руки сухие, если я куда-то еду, то есть в Москву, мне очень некомфортно с сухими руками. Но я беру крем, мажу и все прекрасно. Обязательно ношу с собой. Обычно в моем рюкзаке есть еще и расческа, но в данный момент я не знаю, где она. Я человек очень брезгливый, и если я буду мазать руки вот этим замечательным кремом, то мне обязательно нужно сначала их протереть. Потому что если я, к примеру, ну, как я уже говорила, в Москве, и у меня руки очень сухие, то я не буду просто так брать крем и втирать его в руки, потому что мне будет противно от того, что я грязь втираю в кожу. И бактерии, и там все дела. Поэтому у меня в рюкзаке всегда есть влажные салфетки. Я вас поздравляю с большим отделением, мы закончили, и теперь переходим к маленькому. В маленьком отделении у меня лежит вот такой пакетик с лекарством, это что-то наподобие смекты, то есть когда у меня болит живот, я выпиваю это. Иногда такое случается, и не всегда есть рядом аптека. Кстати, об аптеке. У меня здесь есть еще и пластыри, но это не просто пластыри в цвет кожи. Два желтеньких с монстриками и два голубеньких с монстриками. И опять насчет гигиены. У меня здесь есть еще и антисептик. Его я просто так тоже не капаю. Сначала я протираю руки салфетками, иначе я просто буду втирать грязь в свою кожу. Кстати, если кому-то интересно, то этот антисептик я покупала в Bath & Body Works. Дальше мой любимый бальзам EOS, или же EOS. Мне удобно называть EOS'ами. И мне они настолько нравятся, я настолько к ним привыкла, что я уже просто не могу мазать губы обычным стиком. Ну, я не знаю, он такой размером с пальчик. И мне настолько неудобно, потому что я привыкла, что здесь сразу легко намазать всю губу. А там же тонко. Я не могу сразу всю губу намазать. Я так люблю объяснять, я так умею объяснять. Этот бальзам у меня с запахом мятый. И он очень освежает губы, прям какой-то даже холодок. Кстати, EOS'ов у меня штук 9, как минимум. Ну и последний у нас оказывается жвачка, орбит, освежающий цитрус. Иногда очень хочется освежить дыхание, но зубы-то почистить негде, если вы не в торговом центре, конечно. Поэтому вещь очень нужная. Вот вы и увидели содержимое моего рюкзака. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то можете поставить лайк, а также подписаться на мой канал, если же еще не подписаны. Просто обязательно вот кликайте. Я жду. Клик-клик-клик-клик-клик-клик. Если кликнули, то молодцы. Если не кликнули, то не молодцы. Но я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.